От него утра свою проверку независимая комиссия начинает с пятой школы на Зране, войти в которую по новым правилам без измерения температуры обработки рук санитайзерами нельзя. Важно также не забывать о главном аксессуаре – медицинской маске. И вот, когда все меры защиты соблюдены, можно направляться в самое любимое место для детей – столовую. Особенно, когда теперь питание бесплатное. Завтрак – это самый важный прием пищи. От него зависит, как пройдет ваш день. Но прежде чем зайти в столовую, учитывая питобстановку, сначала нужно помыть и обработать руки. И уже после этого вход свободен. Кухня проверена, меню составлено согласно всем нормам. Условия для того, чтобы обеспечить детей горячим питанием, соблюдены. Время завтрака уже закончилось, поэтому в столовой так пусто. Просто даже можно детей спросить. Мы обязательно это сделаем, обязательно и у родителей, и у детей. Как поставить вопрос здорового питания в этой школе, насколько им это все нравится или не нравится, какие положительные и описательные моменты в организации горячего питания. Чтобы накормить детей вкусным, а самое главное – полезным. Завтраком и обедом повара не жалеют своих сил. В прямом смысле этого слова. Ведь горячее питание должны получить здесь порядка 700 детей. Нелегкое испытание, но, как признаются сами дети, своей едой довольны. Я кушаю в день два раза. После этих двух разов мне больше не хочется кушать. Все бывает очень вкусно и сытно. Мне больше всего нравится завтрак, потому что мы на завтраке едим, пьем кофе, едим яйца, едим хлеб. По новому закону горячее питание должно быть здоровым. То есть оно должно полностью покрывать потребности ребенка в энергии и обеспечивать его физическое и интеллектуальное развитие. Однако, если приготовлено не будет вкусным, исход может быть примерно таким. А вот для учащихся гимназии номер один горячее питание уже давно норма, которая теперь подкреплена еще и законом, что позволит семьям сэкономить на обедах не менее 12 тысяч рублей. К слову, проверить организацию питания в школах могут и родители учеников. Для этого действует программа родительского контроля, ведь только они могут знать, на какой продукт у ребенка аллергия или непереносимость. Зафиксировано один только родитель, чей ребенок попал в зону риска. То есть у него степень, я не помню точно какая степень, сахарный диабет. И этот вопрос тоже мы отдельно... Контролем, конечно. Он может туда поинтересоваться даже у нашего заведующего столовой. У него отдельное свое питание, которое учитывает эти особенности. Сформировать правильное понимание к здоровому питанию и средствам индивидуальной защиты – вот главная цель сегодняшнего мониторинга. Для школьников гостями тоже был организован мини-опрос, который они прошли успешно. Для чего обрабатываем? Ну, чтобы руки были чистые. Чтобы руки были чистые. А температуру мерят вам? Да. А чем мерят температуру? Градусник. Градусника? И вот подножки кладут? Нет. А какой градусник? Электрический. Так, куда вам его приставляют? Куда? К налогу приставляют, да? На организацию питания в 45 школах регион получил субсидию в объеме более 51 миллиона рублей из федерального бюджета, а также средства из республиканского бюджета на софинансирование в размере свыше 2,5 миллиона рублей. К сегодняшнего дня мы начали мониторить все школы, общеобразовательные организации нашей республики на предмет подачи горячего питания. И я думаю, что это очень важный аспект, причем потому что как подается, значит, горячее питание в школах, на каком уровне, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы, что входит в меню. Потому что мы всегда находимся на связи с родительской общественностью, на мой телефон приходит сообщение, где, может быть, где-то родители недопонимают или считают, что в той или иной школе, значит, не тот подход и так далее. Но, скажу честно, эта работа уже начата, мы ведем эту работу и будем ее интенсивно проводить, будем мониторить все школы, общеобразовательные, на этот предмет. Такого рода проверки комиссия в лице единороссов и представителей Минобразования будут устраивать регулярно, чтобы учебный процесс был не только познавательным, но и безопасным. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.